Добрый вечер! В эфире Рико-ТВ «Час Акима». Я Марина Васильева. И в это время мы обычно встречаемся с руководителями различных управлений и отделов городского Акимата, для того, чтобы ознакомить вас с актуальной информацией, что сейчас происходит в нашем городе, какие темы обсуждаются, и получить компетентные ответы от чиновников, от представителей разных органов. Сегодня у нас в студии Руслан Амирханович Ажниязов, руководитель отдела жилищной инспекции, и будем говорить о том, какие новые формы управления многоквартирными домами уже созданы в Казахстане, в частности у нас в Актубе, и какая работа еще пока предстоит. Вы можете позвонить в течение ближайшего получаса по телефону 222-333, задать вопросы, если они касаются работы жилищной инспекции, ну и по ходу нашей программы мы будем, конечно, стараться ответить на эти вопросы. Добрый вечер, Руслан Амирханович, рады видеть вас в нашей студии. Вы в последнее время на разных площадках рассказываете о том, какая работа ведется, и, наверное, ОСИ, так называемая, вот эта аббревиатура, сейчас чаще всего употребляется. Что это такое? Ну, начнем с того, что в прошлом году были внесены изменения в закон о жилищных отношениях. Данный закон предусматривает две новые формы управления. Первая форма – это объединение собственников имущества, а вторая форма – это простое товарищество. То есть до 1 июля 2022 года все многоквартирные жилые дома должны перейти на новую форму управления. И к этому времени, то есть те ныне действующие формы управления, это КСК, управляющие компании, да, управляющие компании, они все перейдут, ну, скажем так, они все закроются, либо перейдут на новые формы деятельности. То есть они должны упраздниться? Они должны упраздниться, они могут упраздниться в виде сервисных компаний, которые будут оказывать услуги жителям нашего города. То есть что представляет из себя объединение собственников имущества? Это, ну, по закону, один дом, один ОСИ. То есть плюсы какие? Один дом, один ОСИ имеются два счета. Первый счет – это текущий счет, второй счет – это сберегательный счет, текущий счет, то есть на сегодня какая форма действует? Имеется КСК, который по факту обслуживает там 10-15, а то и больше домов, у них один счет, и когда жители перечисляют, непонятно, чьи деньги приходят, и как это все идет. Ну, есть бухгалтерия, но все равно, как бы, наши жители, как бы, в большинстве слоев выражают недовольствие или недоверие к работе данных форм управления. Поэтому было принято решение «Один дом, один ОСИ» – объединение собственников имущества. То есть для открытия ОСИ, в принципе, мы сейчас определили график проведения, ну, знаете, да, общее собрание жильцов сейчас массового скопления нельзя, октябрь в красной зоне, поэтому график утвердили, мы все постараемся в режиме онлайн проводить, многие встречи, либо письменный опрос. Значит, для объединения собственников имущества открытие, это нужно будет протокол, устав, ну, госпошлину, бланк установленной формы, все это сдается в юстицию, и жильцы, жители дома могут сами управлять именно своим одним домом. Значит, у нас уже на сегодня по городу создано 24 объединения собственников имущества, есть положительные примеры, когда жители взяли управление своего дома в свои руки и привели его в намного лучшее состояние, чем он был в дуэтах. И, кстати говоря, да, буквально недавно у нас был репортаж, я думаю, если мы его сейчас повторим, то те, кто не видел, узнают, а те, кто видел, может быть, еще раз сейчас посмотрят. Это как раз пример такого удачного варианта объединения собственников имущества. Косметические недостатки многоквартирного дома номер 43 по улице Булхайрхана видны невооруженным глазом. Осыпавшиеся местами облицовка, трещины в фундаменте, устаревшая электропроводка и протекшие потолки. Вот далеко не полный перечень нынешних проблем высотки, построенной почти полвека назад. Прежде данный многоквартирный дом обслуживался одним из индивидуальных предпринимателей города. Но с недавних пор жильцами бедствовавшего здания при поддержке городского акимата и жилищной инспекции было сформировано собственное домоуправление. Теперь мы видим на лицо лифт, отопление наладили. Вот предыдущая выступала, сказала, какие уже проблемы мы решили в этом доме. Поэтому я повторяться не буду. Эстетическое оформление. Мы вот обратились уже, сегодня мы обратились к специалистам отдела архитектуры города с просьбой оказать нам содействие в покраске дома. Не только внутренний. А вы видите внутренний, вот девятый этаж, посмотрите, обратите внимание, как это в одной тональности сделано ремонт здесь. Здесь опять на средства жильцов этого дома. По словам жильцов, с формированием ОСИ теперь наблюдается прозрачность во всей деятельности общины, в том числе и в сфере финансовых расходов. Жильцы, как часть единого объединения, самостоятельно и добровольно решают, на что расходовать вносимые в общий фонд средства. Ведь теперь благополучие всего дома остается в руках самих жильцов. У нас были разные формы управления, но мы создали ОСИ в прошлом году, в октябре месяце. Почему? Потому что, когда были разные формы управления, наши проблемы все равно оставались открытыми и нерешаемыми. Это, соответственно, плохое отопление, протекающая крыша. К тому же еще и два года не работал лифт. Все эти проблемы стали толчком для создания ОСИ, то есть объединения собственников имущества. Председатель убеждена, что после формирования ОСИ полгода назад условия жизни в доме постепенно улучшаются. Были налажены системы отопления и подачи холодной воды, установлен новый лифт. Сейчас у предприимчивых жильцов на повестке стоит ремонт крыши, подъезда и покраска дома. Влад Рогушев, Жасулан Жубаев, программа «Факт». Руслан Амирханович, ну, есть уже положительные примеры, да, хотя сомнений, мне кажется, все-таки у людей достаточно много. И они, скорее всего, вызваны тем, что у КСК было много претензий. Потому что, ну, вот мы, допустим, буквально ежедневно получаем звонки, обращения людей, которые говорят, наша КСК ничего не делает, во дворе не убирают, ничего не благоустраивают, мы не знаем, сколько денег собрано, кто сдаёт, кто не сдаёт. И, конечно, вот эти все претензии, наверное, стали основой для того, чтобы вообще внести все эти реформы. Правильно. Ну, здесь хотелось бы отметить, прежде всего, жители, каждый житель города должен понять, что в первую очередь жильцы являются работодателями этих КСК. Они должны требовать, во-первых, будь то председатель, будь то дворник этого КСК, они все получают зарплату непосредственно от самих жителей. Соответственно, за тарифы, за услуги оплачиваются. Если жители не устраивают деятельность того или иного КСК, они всегда могут, ну, либо перейти на обслуживание другой компании, либо вот сейчас, конечно, желательно создание оси, когда они могут взять управление своего дома непосредственно в свои руки. Только что вот был репортаж, действительно, это хороший положительный пример того, когда жители взяли управление дома в свои руки и могли обеспечить, в первую очередь, прозрачность деятельности этого оси. Когда жители увидели прямые, чистые, прозрачные результаты создания нового форума управления, работы председателя этого оси, они уже с удовольствием стали оплачивать, вносить взносы за услуги. Да, к нам тоже в отдел обращается много жителей, которые недовольны деятельностью того или иного КСК. Мы объясняем, мы в первую очередь стараемся проработать этот вопрос самим КСК, во вторую очередь мы объясняем права и самих жителей, о том, что да, они имеют право либо отказаться от их услуг, а создать свою оси. А у вас есть какие-то рычаги воздействия на эти КСК? То есть можете ли вы их штрафовать или обращаться от имени жильцов куда-то? Или ваша работа в основном разъяснять? Во-первых, на данный момент действительно наша работа заключена в том, чтобы мы разъясняли, потому что согласно указа президента КСК является субъектом микропредпринимательства, поэтому на данный момент проверка их деятельности запрещена. Но в любом случае даже по закону мы не имеем права проверять их финансовую деятельность. То есть мы во время проведения собрания проверяем отчетность именно КСК перед жителем, потому что даже бывают такие КСК, которые не хотят или не желают отчитываться перед жителями. В этом случае мы выступаем в виде мостика перед КСК, перед жителями. И присутствуя на многих собраниях с жильцами, мы в первую очередь разъясняем права самих жителей и обязанности КСК. Фактически объединение собственников имущества будет строиться так же, как предполагалось КСК. То есть есть совет дома, есть ревизионная комиссия. Но, наверное, различие в том, что председатель правления избирается всего на год. А что дальше? За год он работает, потом может быть переизбран? Да, согласно нового закона, председатель избирается на год, имеется совет дома, имеется управляющий дома. Председатель ОСЕ обязательно должен быть именно жильцом этого дома. Ревизионная комиссия проверяет финансовую деятельность, совет дома наблюдает за деятельностью самого председателя и в целом этого дома. Значит, это председатель избирается на один год, по итогам года проводится общее собрание жильцов, и жильцы обратно, председатель отчитывается перед жителями, и жильцы смотрят, заслушивают его отчет и имеют право голоса о том, либо продлить его полномочия далее, так как он их полностью устраивает, либо же переизбрать кого-то другого. Или переизбрать другого. Весьма, так сказать, отрицательный опыт получили. Как с этим быть, если в доме не найдется вот таких активных жильцов, которые возьмутся? Ну, согласно закону, именно председатель ОСЕ, не к сожалению, это, наверное, к лучшему, должен быть именно председатель. Но после избрания председателя он может назначить управляющего домом. То есть управляющий домом уже не обязательно должен быть жильцов в этот дом. Он может быть наемным работником, который будет выполнять непосредственно все организационные работы момента. А может ли объединение обратиться к какой-то управляющей компании, чтобы она потом занималась, а не только следили за ней? Значит, объединение собственников имущества, они заключают договор с сервисной компанией, которая будет именно обслуживать уже дом. Это будут услуги дворника, это будут услуги сантехника, электрика и так далее. То есть в чем плюс? В том, что сейчас КСК все отходит уже, и сами председатели КСК уже, наверное, ну не наверное, а уже пришли к тому мнению, что надо им переходить пока не поздно, пока рынок еще более-менее как бы не насыщен. Свободен. Да, и вот они сейчас активно начали проявлять... Интерес к созданию сервисных компаний, да? То есть а что требуется для сервисной компании, чтобы у них был штат необходимых сотрудников? Да, чтобы был штат необходимых сотрудников, чтобы, ну, соответственно, инвентарь, чтобы был опыт работы, конечно, тоже приветствует. Но в любом случае, это опять-таки будут выбирать сами жители, с кем им работать, устраивает ли работа той или иной сервисной компании. Просто сейчас, ну, в первую очередь жители должны прийти к тому мнению, что все управление дома, это прежде всего в их руках. Акимат в этом случае, он выступает, ну, вот, скажем так, что наш отдел, именно жилищная инспекция, он в большинстве слоев, он выступает в виде, как бы, разъяснения законодательства, действующей законодательства, потому что, к сожалению, большинство наших жителей не знает свои права и обязанности. Ну, и с другой стороны, пробуждаете в них активность, да, чтобы они отвечали за свой дом. То, что, вот, продолжение Ваших слов, то, что касается вот крыши, то, что касается ремонта подъезда, то, что касается ремонта инженерной инфраструктуры, в большинстве, практически во всех случаях, это не предусмотрено услугами КСК. На это все проводится целевой сбор шлицов. Кроме того, еще и с лифтами у нас в городе большая проблема. То, что касается лифтов, да, у нас... КСК тоже не хотят брать на свою ответственность. Согласно действующему закону на сегодня, обслуживанием и ремонтом лифтов должна заниматься именно компания, которая имеет свою аккредитацию. То есть там и укомплектованный штат, и опытные работники, и соответствующие у них сертификаты и лицензии должны быть на руках. То есть даже, согласно действующему закону, не должны заниматься обслуживанием лифтов физические лица. Этим должны только юридические лица заниматься. Но эта работа еще у нас только, по-моему, в начальной стадии, да? Ну, эта работа идет, в принципе. И на сегодня, знаете, есть действующая государственная программа Нур-Лужер, которая рассчитана на 2020-2025 годы. Согласно внесенным изменениям в эту программу, то есть из республиканского бюджета на данный момент Акиматом области, города, прорабатывается вопрос привлечения кредита в размере 0,1% на 7 лет. То есть мы сейчас проводим, у нас есть организация, то вот Абус Ахтюбе называется, которая является оператором реализации данной программы и модернизации в городе Ахтюбе. И непосредственно они проводят встречи с жителями города, разъясняют им деятельность этой новой программы и возможности проведения модернизации по замене тех же самых лифтов, либо замене крыши. Есть вопрос от нашего телезрителя, давайте послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире? Да, да. Алло. Разговаривайте, пожалуйста, по телефону. А я включила телевизор. Добрый вечер. Я не знаю, с чего начинать, но ответите ли вы на эти вопросы прямые. Вот, а куда КСК? Я, может, прослушала, куда КСК денется бездельники, а? Вопросов много, но главное, куда денется. Да, вот, это первый вопрос. За 50 лет ничего для дома не сделали. Куда деньги ушли? Теперь мы будем принимать их на собственный баланс. Это сколько нам теперь делать за 50 лет, а? Начиная, все рушится, и крыши, и подъезды. Коммуникацию мы сами все сделали. Вообще так обидно. И если 90 квартир уплатят тысячу за месяц, 90 тысяч, на кого там хватит рассчитаться? Председателю, ну пусть 30 тысяч. Этому, это, дворнику, ну 20. Сантехник не возьмется за 20 тысяч. Так эти 90 нам не хватит, а плюс еще разруха. Вообще, не знаю. Это что-то несерьезное отношение со стороны КСК. Спасибо большое за ваше обращение. Да, это действительно, сейчас мы об этом говорили, что к многим КСК серьезные-серьезные претензии. Действительно, дома за 50 лет уже до варимого состояния доведены. Но вот то, что вы сейчас говорили, что жильцы должны были, наверное, раньше начинать. Да, ну не надо было 50 лет ждать. Для этого можно было давно взять дом в свои руки. А то, что касается, куда уйдут КСК, КСК, они, ну, как я уже говорил, они закроются, либо перейдут на новый вид сервисной компании. И получается вот то, что женщина говорит, не хватит этих денег из дома, чтобы оплатить работу. Но ведь у электрика и сантехника в сервисной компании, у них, наверное, зарплата будет складываться от источников не только одного дома. Да, вот, потому что, ну, понятно, один дом, он не потянет, как бы... Да, и поэтому для этого и будут созданы сервисные компании, которые, одна сервисная компания будет иметь, ну, можно сказать так вот, будут сервисные компании, и уже имеются сервисные компании, которые специализируются по электричеству, которые специализируются по сантехнике. И, соответственно, они, учитывая свой штат, они будут, ну, как бы, в рамках своих возможностей решать эти вопросы. То есть специализация будет уже не сервисная компания, у которой дворник, электрик и, там, сантехник, а это будет компания, которая занимается электричеством, лифтами, сантехникой. Ну, либо так будет, либо будет зависеть от масштабов самой компании. И тогда уже работа председателя ОСИИ найти вот эти компании и заключить с ними договор. Оно намного облегчится, я думаю, просто председатель ОСИИ должен будет контролировать ихнюю работу. Когда один дом, это будет намного, я думаю, намного проще будет. Чем будет отличаться вот ОСИИ, то есть объединение собственников имущества, от простого товарищества? На сегодня, как бы, то, что касается принципа деятельности, у них будет одинаковое. Но то, что касается объединения собственников имущества, это больше подходит для многоквартирного жилого дома, где, ну, свыше 20 человек проживает, скажем так. ПТ, простое товарищество, она больше подходит для формулы, для жилых домов, где, ну, от 8 до 20, скажем так, квартир. Да, у нас таких домов тоже достаточно. Да, у нас, кстати, в большинстве своем именно эти дома, они на сегодня являются бесхозными. Почему бесхозными? Потому что жители этих домов, они, как бы, ну, им проще управлять этим домом самим, нанимать каких-то работников. Ну, я думаю, все придет к тому, что, как бы, и деятельность, и управление этими домами, скажем так, ну, будет узаконено. А что делать с теми жильцами, которые не платили КСК, а теперь они будут платить еще на счет собственного дома? Ну, процедура передачи имущества, ну, объединения собственников имущества, она такая вот. Вот, когда создали новые оси, объединение собственников имущества, то, согласно действующему законодательству, они, предыдущая форма управления, скажем так, КСК, они обязаны, согласно закону, передать всю документацию на жилой дом. Это будет то техпаспорт, будет то земельно, будет то вся финансовая часть на управление этого дома, включая и, соответственно, должников. А на сегодня, значит, опять-таки, ну, скажем так, за последнее время было очень много внесено изменений именно в закон о жилищных отношениях. И в том числе, если раньше жители обращались в судебные органы для того, чтобы, ну, не жители, а КСК или руководители формы управления обращались в судебные органы для принудительного взыскания задолженности, то на сегодня достаточно будет обратиться нотариусам, которые подготовят все соответствующие документы и передадут их уже судебным исполнителям, непосредственно, да, минуя суд. Да, да, приказ и уже... Судебный приказ и дальше уже деньги можно взимать с зарплат, пособий и так далее, чтобы все-таки все равные несли расходы. Ну, бывают такие КСК или, скажем так, дома, когда жители в большинстве своем, ну, не в большинстве своем, скажем так, 50% некоторых домов, они не оплачивают жители. Получается, КСК, оказывая свои услуги, основывается на финансовой части только половины этих жителей, которые... И всегда об этом говорит. У нас нет денег на то, чтобы привести в порядок ваш дом, никто не платит. Да, вот такое бывает. Поэтому то, что вот я насчет судоисполнителей говорил, это нам врага упрощила им работу. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня вопрос от гостей. Пожалуйста. Ваш вопрос. У меня вопрос такой. Вот говорите, КСК, КСК. Вот когда создали КСК, жилищно-коммунальное хозяйство не контролирует же работу КСК. Правильно? Поэтому эти КСК что хотят, то и крутили. Никакие там и деньги, кто-то, никто, конечно, не контролируется. Это то же самое. А сейчас вот это по новой структуре будет работа, значит, опять насчет деньги, а потом дальше как. Кто это все будет? Надо как-то ходить, наверное, по домам собирать, что ли, объяснять жильцам, чтобы они это все поняли. Кто это будет с Акиматом заниматься? Эту работу кто-то будет проводить? Кто проводили работу, когда управление создавали? В управлении опять ничего не получилось. Управление создали, опять все развалилось. Ну, то есть, основной вопрос, кто будет контролировать? Потому что председателя на год выберут, а как расходуются деньги, опять-таки, кто будет нести ответственность и следить? Я до этого сказал, но повторюсь еще раз, что при создании объединения собственников имущества будет председатель, будет управляющий дома, будет совет дома и будет ревизионная комиссия. То есть, финансовая отчетность будет, соответственно, проверять ревизионная комиссия, три человека и числа жителей. Совет дома будет осуществлять в целом контроль по деятельностью, жизнедеятельностью, скажем так, этого дома. А то, что касается самого разъяснения вот этого всего, на сегодня на уровне акиматов районов, акимата Астаны, акимата Алматы, и у нас именно непосредственно в жилищной инспекции созданы проектные офисы. То есть, каждый житель, у которого имеются те или иные вопросы касательно деятельности объединения собственников имущества, создания ПТ, либо самого КСК, они могут всегда к нам прийти и получить соответствующую консультацию. Поэтому, я вот еще раз повторюсь, управление каждого дома, это в первую очередь в руках самих жителей. Но самое сложное, это сейчас сказать, что жители, это ваша забота, это не акимат. То есть, не надо надеяться, что какой-то чиновник будет нести ответственность за все ваши счета. Именно по финансовой части, даже согласно закону, местные исполнительные органы не имеют права вмешиваться в деятельность и проверять финансовую деятельность самого КСК. На это, согласно закону, уполномочены только сами жители в лице ревизионной комиссии. Совет дома, как вы сказали, будет заниматься тем, что и следить за деятельностью, за расходом средств, и еще, за тем, куда, собственно, расходовать эти средства. А что будет входить в собственность ОСИ, кроме квартиры, подъезда? На сегодня есть такое понятие, как общедалевая собственность жильцов. Общедалевая собственность жильцов – это подъезды, крыша, инженерная инфраструктура, прилегающая к жилому дому, земельный участок. То есть, земельный участок, который отмечен в документах, да? При этом, при создании ОСИ, жители могут обратиться в Акимат города для получения дополнительного участка на, скажем так, парковку. Потому что во многих случаях на сегодня земельные участки оформлены именно только под самим МЖД. То есть, даже дворы, они являются городской собственностью. Городской собственностью, правильно. И можно получить эту собственность в распоряжении жильцов. ОСИ, да. И, соответственно, благоустройство уже будет делом вот этого самого ОСИ. Как, собственно говоря, ОСИ должно будет работать, ну, скажем, с какими-то еще компаниями? Если нужно будет благоустраивать двор, нужно будет что-то, посадить какие-то деревья, клумбы разбить и так далее. Это все тоже будут сервисные компании делать? Ну, это все будет исходить из договора, заключенного между ОСИ и сервисной компанией. Вот, товарищество, вообще, как бы в законе написано, что это не коммерческая организация ОСИ. Но может ли она сдавать в аренду землю для того, чтобы там поставить павильон какой-то? Ну, смотрите, значит, земельный участок, который выделяется под ОСИ, он, целевое назначение этого земельного участка, обслуживания многоэтажного, многоквартирного жилого дома. То есть это не предназначено для использования коммерческих целей. Поэтому, соответственно... То есть не говорит о том, что председатель завтра здесь поставит свой магазин, и потом его снести будет невозможно. Есть еще телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Алло, вас очень плохо слышно. Вы, пожалуйста, по телефону говорите, не с телевизором, а с нами по телефону. Я по телефону говорю. Я хотела задать такой... Да, я хотела задать такой вопрос. Вот то, что сейчас вы рассматриваете, это уже пройденный этап. Абсолютно нет рычагов для тех людей, которые были недобросовестные. Если даже рассматривать посредний городской субботник, 2-3 человека выходят. Рычагов воздействия на людей нет. И еще хотела задать такой вопрос. Если сейчас будут открываться счета, крохотный дом из 18 квартир, эти счета, которые будут лежать в банке, они будут снова облагаться налогами? Кто этим будет заниматься? Спасибо большое за вопрос. Ну, ОСИ это не является организацией, которая извлекает коммерческую выгоду. Поэтому налоги, соответственно, не будут здесь, тем более со счетов. То, что касается именно счетов, для снятия денег со счетов, я, как я уже говорил, это все полностью прозрачная процедура. То есть нет такого, когда председатель КСК по своему усмотрению снимает деньги, и жители не знают, куда эти деньги расходуются. Это уже один дом, один ОСИ. И, ну, как я уже говорил... То есть решение отраток принимается вместе с Советом? Да, и это все полностью прозрачная процедура. И Совет может потребовать отчета хоть каждый месяц? Да. Ну, по закону так и есть. А то, что касается, когда люди не выходят на субботник, ну, к сожалению, у нас действительно есть такие люди, то, ну, это, наверное, зависит от сознательности самого человека, от того, что в каком городе он хочет жить. Сейчас действительно с 8 апреля начался субботник, и КСК, и действительно есть и сознательные жители, которые выходят и приводят в порядок свою придомовую территорию, красят, белят клумбы. Я думаю, если человек хочет жить в первую очередь, окружить себя красотой, то он, наверное, должен как бы сознательно к этому идти и не сидеть сложа руки, а участвовать в этом. Ну, как говорится, да, родственников не выбирают, а соседей выбрать можно. Поэтому тем повезло, у кого в доме очень активные люди, которые принимают участие во всей вот этой деятельности. И, возможно, сдвинется все с мертвой точки, и когда это будет сам дом, и активисты дома этим руководить. Так что у нас впереди еще год до июля следующего года, хотя предполагалось в этом году уже всю эту работу завершить. Но еще есть год для того, чтобы все разъяснить, понять и начать эту работу. Благодарю вас. У нас в студии, напомню, был Руслан Ажнеязов, руководитель жилищной инспекции города Актубе. Задавайте вопросы, заходите на сайт жкх.кз. Там есть все разъяснения, все дается в видеороликах и инфографике. Ну, и, конечно, обращайтесь в жилищную инспекцию. Всего доброго. До свидания. До свидания.